Привет всем преданным зрителям нашей программы. Это Афиша с Полиной Громовой. Друзья, спешу сообщить вам радостную новость. Мы возвращаемся в эфир ИСТРРФ, поэтому сегодня, как всегда, отвечу вам на главный вечный вопрос. Чем заняться в городе? Итак, начнем с кинопремьер. Нас ожидает трогательный семейный фильм о дружбе 13-летней девочки Саши и ее коня Джонатана. Только он может разделить с ней радости, потери и надежды. Юную спортсменку не понимает никто, даже родная мать. Никогда больше ничего не говори мне про этого коня, меня уже трясет всю. Но конь очень важен для Саши. Он напоминает девочке об отце, которого больше нет. И лишь один человек готов поддержать Сашину стремление сохранить коня, это ее бабушка. Она поможет девочке проделать долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям. Я не могу без него. Победа к тебе здесь вот. Ее немедленно надо дисквалифицировать. Вы не волнуйтесь, Джоник у нас спокойный и волноваться не о чем. Я в детстве занималась. Джоник, стой! 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 Еще один совет, чем заняться в ближайшее время – посетить выставки музея Новый Иерусалим. В частности, в апреле там открылась очень интересная экспозиция «Невидимый и свободный. Три взгляда на советский модернизм 20-30-х годов». Это выставка-лаборатория. Она исследует коллекцию работ советских модернистов из собраний музея с нескольких ракурсов. Проект отражает взгляд специалистов-искусствоведов, не специалистов из молодежной аудитории и взгляд самого музея. Всего вы увидите более 130 работ, 25 авторов. Это работы Фалька, Александра Шевченко, Александра Волкова, Сергея Романовича и других художников. Часть произведений демонстрируется публике впервые. Обязательно успеете пустить эту выставку. Она продлится до 8 сентября. И не забываем, что с 3 по 7 июля в музее пройдет традиционный ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето-музыка-музей». В этом году он будет посвящен русским сезонам Дягилева, знаковому явлению 20 века, объединившему музыку, театр, танец и изобразительное искусство. В этом году для вас выступит Госоркестр России имени Светланова, Российский национальный оркестр, а кульминацией станут два концерта Большого театра. Они будут посвящены 180-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова. С подробным расписанием фестиваля вы можете ознакомиться на сайте Музея Новый Иерусалим. Там же приобрести билеты. Цены начинаются с полутора тысяч. Кстати, рядом с нами есть еще один музей, прославившийся яркими музыкальными событиями. Это, конечно же, всеми известный музей-заповедник Архангельская. И 29 июня там на летней сцене пройдет джазовый концерт певицы Анастасии Лютовой и ее коллектива «Лютый пент». Анастасия Лютова – одна из самых ярких певиц современной российской джазовой сцены. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных. Победитель премии «Радио джаз» в номинациях «Открытие года» и «Релиз года». 29 июня в музее Архангельская в ее исполнении прозвучат лучшие образцы мировых джазовых стандартов, знаковых композиторов 20 века. Причем очень свежо и убедительно благодаря характерным аранжировкам коллектива «Лютый пент». Обязательно приходите. Билеты от 2000 рублей. А 3 июля там же на летней сцене музея-заповедника Архангельская пройдет концерт «Казанова». Концерт-спектакль, созданный по мотивам драматической пьеты Марина Цветаева из «Феникс». Он рассказывает о последних годах жизни самого известного в мире ловеласа – Джакома Казановы. А выступит для вас народный артист России Евгений Князев, ведущий актер Вахтанговского театра, профессор, ректор театрального института имени Бориса Щукина. 3 июля у вас есть шанс зарядиться его мощной харизмой, ярким темпераментом и уникальной выразительной пластикой. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте музея. Их стоимость от 3000. Ну что, это все на сегодня. Вот такая яркая, я бы даже сказала, высококультурная афиша у нас сегодня получилась. Не упустите шанс побывать на всех вышеперечисленных мероприятиях. Это была афиша с Полиной Громовой. Увидимся через две недели на ИСТРР.